Сегодня мы продолжим знакомство с операторами языка программирования C++. Рассмотрим операторы цикла. Остановимся на циклах с предусловием, с постусловием, с параметром. Рассмотрим возможности организации вложенных циклов и рассмотрим операторы передачи управления. Как мы знаем, циклы бывают предусловием, цикл пока, то есть выполняется пока условие истинно. Либо цикл до, выполняется до истинности условия. Цикл пока в языках программирования, в частности в языке C++, реализован с помощью цикла while. Его называют цикл с предусловием, либо цикл while. Форма записи, служебное слово while, обязательно в круглых скобках мы ставим логическое какое-то выражение. После скобок оператор и точка запятой. Если оператор один, то фигурные скобки мы не ставим. Если операторов несколько, то мы обязательно должны, операторы наши, заключить фигурные скобки, чтобы компилятор понимал, что это группа операторов, которая относится к циклу while. Каков же алгоритм работы данного цикла? Нужно сначала задать начальное значение параметру цикла, где-то вот здесь наверху. Затем мы проверяем условия цикла. Если это условие истинно, мы будем выполнять тело цикла, инструкции цикла. Изменим обязательно параметр цикла. С новым параметром цикла еще раз вернемся, проверим условия. Если условие опять истинно, мы еще раз выполним тело цикла, еще раз изменим параметр цикла. Выйдем, проверим условия. и до тех пор, пока наше условие не будет ложным. Как только условие будет ложным, мы выходим из цикла и либо завершаем работу программы, либо переходим к следующим операторам по программе. Рассмотрим на примере, как работает данный цикл. Например, нам нужно найти сумму первых 10 натуральных чисел, то есть сумма от 1 до 10 включительная. Изначально мы говорим, что наша сумма равна 0, мы пока ничего не сложили, не знаем. Берем первое число, оно у нас равно единице. Берем пока и меньше равно 10, так как нам нужно сложить 10 чисел, мы к сумме прибавляем вот это и. Обязательно меняем параметр и. Переходим к следующему и. И вот так вот цикл это будет работать. То есть как это работает? Еще разок. Первое и 1. Сумма равна. Было 0, 0 плюс 1. Сумма станет 1. И было 1, станет 2. Возвращается. 2 меньше 10? Да. Сумма. Было 1 плюс 2? 3. И было 1 плюс 1? 2. Возвращается. 3 меньше 10? Да. Сумма была 3 плюс 3? 6. И было 3 плюс 1? 4. И вот так до тех пор, пока и не станет 10. На последнем шаге при и равном 10 сумма будет 45 плюс 10? 55. И станет 11. Возвращаем. 11 меньше 10? Нет. Больше. Выходим за пределы цикла. Выводим наш результат. С равная. Вот. С равно 55. То есть данный цикл сработает лишь в том случае, если наше вот это выражение условное будет истинным. Если изначально вот это выражение будет ложным, то наш цикл не сработает ни разу. Он сразу выйдет за пределы цикла и будет работать со следующими командами. Это один нюанс при работе с циклами while. И второй нюанс, о котором не следует забывать. Обязательно параметр цикла нужно изменять. Иначе наш цикл зациклится. Он никогда из него не выйдет. Например, если я вот это забуду написать и плюс плюс, то у меня здесь и будет 1, и он будет всегда 1. И он будет постоянно прибавлять 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. И тогда бесконечности. То есть параметр цикла менять обязательно. Следующий цикл. Это цикл с постусловием. Его называют do-while. Он реализует циклические алгоритмы до, до истинности условия. В отличие от предыдущего оператора, здесь у нас сначала выполняется тело цикла, и только потом проверяются условия. Если это условие истинное, мы возвращаемся к телу цикла. Опять выполняем тело цикла, опять проверяем. Если условие будет ложным, мы выходим из цикла. В отличие от предыдущего цикла, данный цикл выполняется хотя бы один раз, так как инструкция тела цикла выполняется до проверки условия. Даже если изначально условие неправильное, тело цикла в любом случае выполнится один раз. Каков алгоритм работы с данным циклом? Необходимо задать начальное значение параметру цикла. Это за пределами цикла всегда делается. Выполнить тело цикла. Изменить параметр цикла. Это внутри тела, чтобы не зациклился. Наша программа не зациклилась. Проверить условия. Если условия истинно вернутся к алгоритму, обратно выполнить тело цикла, изменить параметр. Или же другой вариант. Задать начальное значение параметру цикла. Сначала изменить параметр цикла, потом выполнить тело цикла. То есть здесь можно выполнить тело, изменить параметр, либо изменить параметр выполнить тело цикла. В принципе, вот эти два варианта алгоритма, оно можно использовать и для цикла while. Чуть позже на примерах разберем, чем они отличаются. В языке C++ оператор с постусловием, оператор do while, отличается от классической реализации цикла с постусловием тем, что при истинности выражения, когда вот это наше условие истинное, происходит продолжение работы цикла, а не выход из цикла. Рассмотрим еще на примерах данный оператор. Запоминаем, что он выполнится по крайней мере один раз. Нам нужно найти ту же сумму первых десяти натуральных чисел. Я говорю сумма 0, то есть начальное значение суммы мне неизвестно. Беру первое число. Что я делаю? Я к сумме, к нулю, прибавляю свое первое число, прибавляю единичку. Сумма стала 1. Изменяю параметр цикла. И было 1, станет 2. 2 меньше, чем 10? Да. Возвращаюсь. К 1 прибавляю 2, станет 3. Это сумма. И прибавляю на единичку. Это у меня станет тоже 3. 3 меньше, чем 10? Да. Возвращаюсь. Теперь к сумме 1 плюс 2 было 3. Прибавляю 3, станет 6. Было 3, прибавляю 1, 4. 4 меньше 10? Да. Возвращаюсь. И так по кругу 10 раз. То есть до тех пор, пока и не станет больше 10. То есть в последний раз у нас сумму сложит 10 и станет 11. 11 меньше 10 или равно 10? Нет. Значит, он завершает работу цикла, выводит результат. С1 равно 55. Второй вариант. Этой же программы, что только что чуть раньше сказала. Здесь я начальное значение и дала 0. Тогда я должна буду сначала параметр цикла поменять, сделать его единичкой, и только потом найти сумму первого слагаемого. Можно оставить в таком же варианте, но тогда он будет складывать 0, не имеет смысла. То есть вот эти задачи, вот эти варианты решения задачи имеют место быть и то правильно, и другое правильно, но в зависимости от начального значения i, либо сначала сумма, потом изменение параметра, либо сначала изменение параметра, потом значение суммы. На ваше усмотрение. Как вам будет удобно, так и можно программировать. Или же на условия задачи. Есть еще один вариант оператора цикла, еще третий оператор цикла. Это, говорят, оператор пошагового цикла. Цикл с параметром называют цикл for. Цикл for – служебное слово for. Затем мы в скобочках ставим начальное выражение, точку запятую, условное выражение, точка запятая, выражение приращения, изменение параметра цикла. И после скобок оператор, завершаем точку запятую. Если здесь должно быть несколько операторов, то обязательно ставим фигурные скобки. Условное выражение. Вот этот цикл for будет работать до тех пор, пока наше условное выражение будет истинным. Начальное выражение и выражение приращения обычно используются для инициализации и модификации параметров цикла. вычисляется начальное выражение один раз до первой проверки условного выражения, а выражение приращения будет выполняться каждый раз после выполнения этого оператора. Любое из этих выражений могут быть опущены, то есть можно его не писать, а могут быть опущены все три, может быть, какие-то два опущены. Рассмотрим это на примере. Сумма первых вести чисел, но через цикл for. Изначальная сумма – 0. Теперь внутри цикла я говорю. Начальное и у меня – 1. Пока и будет меньше и равно 10, я буду находить сумму. Вот первый раз нашла сумму, 0 плюс 1 равно 1, затем поменяю параметр цикла и станет 2. 2 меньше 10, да. Еще разок найду сумму. 1 плюс 2 – 3. Поменяю параметр цикла, станет 3. 3 меньше 10, да. Найду сумму. И вот так вот и будет работать. То есть вот это значение выполняется один раз в самом начале цикла. Вот это будет выполняться каждый раз после того, как меняем параметр цикла. То есть выражение приращения срабатывает. А выражение приращения сработает после того, как выполнится оператор внутри цикла, тело цикла. То же самое, эта же задача, но немножечко по-другому. Тут я в начальном выражении дала не одно значение и равно 1, а 2. И равно 1, сумма равна 0. То есть так тоже можно писать. Здесь отделяются два начальных выражения между собой запятой. Точка запятая отделяет начальное выражение, условное выражение и выражение приращения. Условное выражение тоже может быть несколько. Выражение приращения тоже может быть несколько. Это зависит от задачи. Это зависит от желания программиста использовать такую форму записи. Потому что в принципе вариаций может быть много. Но нужно помнить, что внутри вот этих начальных выражений, условных выражений и выражений превращений, если их несколько, они отделяются друг от друга запятой, а между собой эти три группы будут отделяться точкой запятой. Та же задача, сумма первых 10 натуральных чисел, когда я начальное выражение пропустила. Но я его пропустила, точку запятой пропускать не имею права. Я говорю, здесь ничего нету, так как начальное выражение я задала за пределами цикла. Дальше логическое выражение или условное выражение, точка запятой и выражение превращения. В принципе, я это могу упустить, но тогда вот это выражение должна была поставить вот здесь, после суммы. Рассмотрим конкретные примеры. Например, если мы только что находили сумму 10 натуральных чисел подряд, то найдем сумму нечетных чисел от 1 до 10, но будем суммировать только нечетные числа. Начальное значение – сумма 0, первое нечетное число у нас 1. Начальное значение я здесь пропускаю, так как я задала за пределами цикла. Пока и меньше равно 10, и будет меняться шагом 2. Тело цикла – это сумма плюс и. Почему шагом 2? Первое нечетное – 1, следующее нечетное – это 3. Оно, чтобы получить 3, должна прибавить 2. После этого нечетное – 5, 7, 9. Вот тут у нас будет в сумме 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 плюс 9. Хоть я и поставила меньше равно 10, 10 считаться никак не будет, так как шаг у нас идет 2. Он сделает 9, просуммирует, следующий и станет 11. А так как 11 в условие не входит, выведет S6 на экран. Сумма – 20. Найдем сумму четных чисел. Тоже будет именец от 1 до 10, но суммируем только четные числа. И используем цикл while. Начальное значение – сумма 0 и 0. Так как начальное, первое четное, это у нас 0 взяла отсюда. Могу взять 2. Здесь вот я взяла 0 специально. Тогда у меня вот первая команда S плюс E, оно к нулю прибавит 0 и останется 0. То есть оно сработает, но лишний раз выполним суммирование. Никакого изменения в сумме не даст. Поэтому можно было поменять S и местами, две команды, или же можно было здесь задать E, равное 2. Было бы более логично. Но оно тоже ошибку не даст, работать будет. То есть первый раз у нас сумма будет 0. E станет 2. 2 меньше 10. Сумма станет 2. E станет 4. И так далее. Последний просуммируется 10. Сумма, потому что было, а было 20, он прибавит 10, станет 30. И станет 12. 12 меньше 10? Нет. Поэтому выйдет на экран, выведет S7, равное 30. В данном случае. Тоже сумма чисел от 1 до 10. Третий пример. Но суммировать будем числа, которые делятся на 5 без остатка. То есть кратные 5. Это у нас 0, 5 и 10. Начальное значение суммы 0. Первое число это у нас 0. Суммируем 0 плюс 0 дает 0. И сразу меняю шаг на 5, так как нам нужно шагом 5 складывать. 5 меньше 10, да? Возвращается. Суммируем. 5. 0 плюс 5 – 5. Тут станет 10. Меньше равно 10, да? Станет 15. И это станет тоже 15. 15 меньше? Нет. Выводим S8, равное 15. Мы на примерах рассмотрели три оператора цикла. Цикл for, цикл while и цикл do while. Любой из сказанных выше циклов for, while и do while можно организовать как вложенный цикл. Вложенный цикл – это цикл в цикле. Вложений может быть сколь угодно много. То есть глубина цикла может быть любой. Нужно помнить, что циклы никогда не должны пересекаться. Как только циклы пересекутся, это значит, выдаст компилятор ошибку, работа программы вашей не будет. Сначала мы задаем внешний цикл. Внутри внешнего цикла мы задаем внутренний или вложенный цикл, называется. И вот у нас будет сначала работать внутренний цикл. Проработать, проработать, проработать. Как только условие будет вложено, он выйдет из него и вернется к началу внешнего цикла. Здесь поменяем параметр. Выполнится какое-то тело, выполнится еще разок внутренний цикл. И обратно выйдет начало внешнего цикла. И так пока не закончится внешний цикл. Рассмотрим вложенный цикл на примере построения таблицы умножения. Чтобы построить такую таблицу умножения, 9 на 9, что мы делаем? Мы говорим, что внешний цикл, это мы будем рассматривать строчки. И у нас будет меняться от 1 до 9 включительно. Тут у нас строго меньше 10. То есть 10 я включать не буду. Шагом плюс 1. То есть первую строчку рассмотрим, вторую строчку, третью строчку и так далее. В каждой строке, вот фо находится внутри вот этого фо, в каждой строке мы будем рассматривать столбцы. Столбцы я обозначала как жи. Жи тоже будут меняться от 1 до 10 шагом 1. Внутри вот этого цикла я найду произведение строки на столбец, выведу это произведение. И выведу пустое место, пространство, и обратно пойду к следующему столбцу. Конкретнее давайте разберем, как это работает. Взяла первую строчку и равно 1. То есть я буду рассматривать вот эту первую строку. Теперь взяла первый столбец. Жи равно 1. Вот этот столбец. 1 умножаю на 1. Это 1. Вывожу на экран вот эту единичку. Вывожу вот это пространство пустое. Все. На этом у меня внутренний цикл работу завершил. Одну команду завершил. Жи станет плюс 1. Это 2. Он возвращается 2 меньше 10. Да. Обратно выводит 1 умноженное на 2. Это 2. Вот оно сюда выведет. Опять вводит пространство, пустое место. И так до тех пор, пока не дойдет до 9. Последний раз он 1 умножит на 9. Выведет 9 на экран. Выведет пространство. Жи станет 10. То есть оно нам сейчас не нужно. Так как же должно быть меньше 10. Вот этот цикл закончит свою работу. Перейдет на новую строчку. То есть курсор упадет сюда. И поменяет и. И станет 2. Внутренний цикл. Он состоит из одной команды. Команды сиаут. Поэтому здесь никаких фигурных скобок нет. Внешний цикл. Он состоит из двух команд. Поэтому я поставила начало и конец. Первая команда. Это команда цикла. Вторая команда. Это команда сиаут. В результате мы получили вот такую таблицу умножения. Рассмотрим эту же таблицу умножения, организованную через цикл УВАИ. Вначале задаем начальное значение и равное единице. То есть первую строку взяла. Строк у меня будет 9. Поэтому и меньше 10. Для каждой строки я надаю начальное значение столбца. То есть буду каждый раз рассматривать, начиная с первого столбца. Столбцов у меня тоже 9. Меньше 10. В каждой строке, на пересечении каждой строки и столбца я буду умножать и на ЖИ. Результат выводить на экран. Буду оставлять пространство. Перейду к следующему столбцу в конкретной строке, чтобы не зациклилось. И вот так вот буду работать внутри одной строки. Потом перейду на другую строчку, поменяю строчку и вернусь к внешнему циклу. То есть здесь вложенные циклы, два цикла УВАИ. Внутренний цикл состоит из двух команд. Вот раз фигурно-скобка, вот я ее закрыла. Первая команда – команда seout. Вторая команда – это изменение параметра цикла. Внешний цикл while состоит из четырех команд. Первая команда – это присваивание значения g равная единица. Вторая команда – это команда цикла или оператор цикла. Третья команда – команда seout. Переход на новую строчку. И четвертая – это изменение параметра и. То есть while внешняя. Раз, два, три, четыре из четырех команд. Внутренний while, вложенный while по g. Раз, два, две команды. Та же задача через комбинацию циклов for. Вот внешний цикл меняется по и. И do while. Внутренний цикл меняется по g. То есть вот этим примером я вам показала, что вложенные циклы можно комбинировать. While внутри for, либо for внутри do while. Do while внутри просто while. Работать можно с любыми циклами. Организовывать вложенность можно сколь угодно большую. Но всегда нужно помнить, что циклы не должны пересекаться. То есть сначала должен закрыть работу внутренний цикл, и потом только закрывает работу внешний цикл. Вот здесь то же самое. Сначала закрывает работу внутренний цикл, вот он закрыл работу, и потом закрывает работу внешний цикл. Они никак не пересеклись. Для досрочного выхода из цикла существует два оператора – оператор разрыва BRIP и оператор Continuum. BRIP прерывает выполнение операторов while, do while, for, и вы знаете, что BRIP позволяет выйти из оператора переключателя switch. Управление при этом передается оператору программы следующим запрерванным. То есть, если прерывается цикл, то будет выполняться следующий шаг, следующая команда после цикла. Если это вложенный цикл, а BRIP находится внутри вложенного цикла, то прерывает работу вложенный цикл, а внешний цикл продолжает работу. Рассмотрим на примере. Найти сумму первых десяти натуральных чисел, сумма 0 и 1, и меньше равно 10. Нахожу сумму, но при таком условии, как только сумма будет превышать 20, мы остановим, суммировать дальше не будем. Как работает? С0 и 1, 1 меньше 10, да? К 0 прибавила 1, сумма стала 1, 1 больше 20, нет. Поэтому выводится и равное 1, вот оно вывело, и становится 2, 2 меньше 10, 2, да. К 1 прибавлю 2, 3, 3 больше 20, нет. Вывожу и равное 2, и становится 3, 3 меньше 10, да. К 3 прибавлю 3, 6, 6 больше 20, нет. Вывожу и равное 3, и становится 4, 4 меньше 10, да. К 6 прибавляю 4, 10, 10 больше 20, нет. Вывожу и равное 4, и становится 5. 5 меньше 10, да. К 10 прибавляю 5, 15, 15 больше 20, нет. Вывожу 5, и становится 6. 15 прибавляю 6, 21. 21 больше 20, да. То есть здесь выходит команда Brick. Вот это все он больше не выполняет. Он полностью выходит из цикла, и следующая команда, он выводит S равное, и значение S. Вот S равное, значение было 21, и равное значение 6. Вот как только вот это слово Brick встретилось, он, даже если вот тут у нас не дошло до 10, он прервал весь цикл и перешел к следующей команде. Оператор продолжения continue, он встречается только в операторах цикла, то есть внутри while, do, while и for, больше не делаем, не встречается. И он прерывает очередной шаг цикла, или говорят, итерацию цикла. То есть он не завершает работу всего цикла, а лишь очередного шага. Например, та же сумма первых 10 натуральных чисел, но вот с такой лишь разницей. Если наше число, наш номер И будет делиться на 3 без остатка, мы прервемся и перейдем к следующему шагу. С0 и 1, 1 меньше 10, да, и станет… Прошу прощения, С0 и 0, 0 меньше 10, да, и станет 1. К 0 прибавлю 1, к 0 прибавлю 1, станет 1. 1 делится на 3, нет, выводит И, равное 1. Вот он вывел. Переходит к следующему. И так, 1 меньше 10, нет, И становится 2. К 1 прибавлю 2, 3. 2 делится на 3, нет, выводит на экран 2, возвращается. 2 меньше 10, да, и становится к 3. К 3 прибавлю 3, 6. 3 делится на 3, да, прерывает. То есть он не печатает, он просто прервал вот эту часть и возвращается сюда. 3 меньше 10, да, и становится 4. К тому, что было к 6, прибавляю 4. 4 на 3 не делится, выводит И равно 4. То есть он печатает 1, 2, 3 пропускает 4, 5, 6 пропускает 7, 8, 9 пропускает 10. Но сумму при этом он складывает правильно. В эту сумму он и 3 складывает, и 6 складывает, и 9 складывает. Вот это континью означает, что он просто пропустил оператор вывода для тех строк, где И делится на 3. И продолжает цикл. Оператор БРИК на примере. Еще разок. Если БРИК находится внутри вложенного цикла, таблица умножения наша, но с таким условием, что если строка у нас четная, то мы для четной строки таблицу умножения находить не будем. Например, разберите сами самостоятельно. А вот на экране результат. Строка нечетная, таблицу умножения нашли. Строка 2 четная, таблицу умножения не находим. Строка 3 нечетная нашли, 4 четная не находим. И так до конца. То есть БРИК прерывает внутренний цикл, а внешний цикл продолжает работать. Итак, сегодня мы познакомились с возможностями реализации циклического алгоритма. Это три оператора цикла. Цикл ВАЙЛ, цикл ДОУВАЙЛ и цикл ФОМ. Цикл ДОУВАЙЛ, в отличие от двух других циклов, выполняется по крайней мере один раз, так как он сначала выполняет тело цикла и только потом проверяет условия. Цикл ВАЙЛ используется обычно, когда мы не знаем, сколько раз продолжится тело цикла, пока условие истинно будет выполняться цикл. Цикл ФОМ, обычно говорят, цикл со счетчиком, мы когда заранее знаем, сколько раз мы будем выполнять цикл, удобнее использовать цикл ФОМ. С помощью этих трех операторов цикла можно организовать вложенные циклы. Самое главное правило, вложенные циклы никогда не должны пересекаться. Комбинировать циклы можно, то есть внутри ВАЙЛ можно использовать ДОУВАЙЛ, внутри ДОУВАЙЛ можно использовать ФО и так далее. Для досрочного выхода из операторов цикла у нас есть команда БРИК и КОНТИНЮ. БРИК вообще завершает работу цикла, КОНТИНЮ завершает очередной шаг работы цикла и переходит к следующему шагу этого же цикла. На экране вы видите вопросы для закрепления, на которые вы должны уметь ответить. Список рекомендуемой литературы, полный список литературы вы можете посмотреть в силабусе. На этом сегодняшняя наша тема завершена. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова